Сработали на твердую четверку. В городской администрации подводят итоги работы коммунальщиков и служб благоустройства в праздничные дни. На уборку улицы дворов было брошено более 300 единиц спецтехники и весь штат дворников. Всего за каникулы вывезли более 77 тысяч тонн снега. Произошедшие коммунальные аварии устраняли менее чем за полдня, а перебой с электричеством за полчаса. Кровельщики уже расчистили от снега две трети скатных крыш, но в преддверии оттепели эту работу поручают ускорить. И главам районам я прошу обратить внимание, потому что в большей степени сегодня на жилищном фонде мы справились с ситуацией и удерживаем ее, то по промзонам или административным зданиям там есть сосольки. Ежедневно вместе с дворниками на улицы выходили и сотрудники городской административно-технической инспекции по благоустройству. Основная цель не наказать, выписав побольше протоколов, а организовать оперативную уборку территорий. Утром, если мы начинали работу где-то с пяти утра с управляющими компаниями, если не находили дворников, либо технику, то немедленно находили руководителя, если его не находили администрацию района, совместными усилиями поднимали и организовали работу. Несмотря на положительные результаты, расслабляться рано, отмечает Олег Фурсов. Снегопады еще впереди. От своих подчиненных глава города требует максимальной отдачи, однако зачастую качественной расчистке дорог мешают припаркованные на обочинах автомобили. В этом случае зарекомендовала себя практика ограничительных знаков. Знаки нужно заказывать, на основных трассах их нужно выставлять. Город, конечно, должен чиститься. Тоже все праздники проезжал, смотрел. Там, где машины бросают с осени до весны, там фактически решать просто невозможно. Эвакуировать эти машины или их переставлять достаточно затратно для бюджета. Олег Фурсов поручает проконтролировать, как работает уборочная техника. Машины должны быть максимально задействованы на улицах Самары, но относиться к технике необходимо бережно, отмечает глава города. Чтобы прослужила она много лет. Марина Матвеевна, Алексей Толтенков, События.